Общее состояние Ибрагима заметно улучшилось. Каждым днем он идет на поправку, улыбается, самостоятельно кушает, а иногда даже танцует. Ибрагим очень любит слушать музыку, еще он любит кушать печенье. В день два-три раза мы делаем ему массаж. Когда у него хорошее настроение, он все время улыбается и даже танцует, и подпевает. Возможно, он был бы хорошим музыкантом, ведь у него хороший слух. А еще Ибрагим очень любит гулять. Каждый день его выводят на прогулку. Хотя мальчик ничего не видит вокруг, он до сих пор находится в коме, но чувствует все. Разговаривать Ибрагим не умеет, единственное говорит слово папа. Круглые сутки за Ибрагимом ухаживают лучшие медсестры. Они не отходят от мальчика ни на шаг. Каждые полтора часа кормят его, развлекают, а самое главное – разговаривают с ним. Что касается финансов и лекарственного обеспечения, значит, в нашем больнице обеспечивают. Пополнить лекарств не нужно сейчас. Хватает. Ибрагим пока будет находиться в больнице, но дальнейшая его судьба неизвестна. После ему необходим длительный период реабилитации. Специальных центров для таких детей в Кыргызстане нет, но, возможно, дальше он будет лечиться в Оранцовке. Если хорошая реабилитационная помощь будет, я думаю, ну, будем надеяться на новость. Давайте предсказывать не будем. Кому будет поручена опека над мальчиком, также неизвестно. Родственники практически не посещают Ибрагима, но все будет делаться в интересах ребенка. Напомню, что отца Ибрагима Назара Тюлебекова 24 марта. В Амединский райсуд приговорил к двум годам лишения свободы за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Что касается тети и дяди мальчика, которых обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка, то решением суда они заключены под стражу в СИЗО-1. А в Амединский районный суд пока не вынес им приговора.